МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. И я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Весенний день год кормит. В Чувашии завершается посевная кампания. Больше кислорода. Жители республики приняли участие во всероссийской акции по посадке деревьев. Музеем правят дети. Накануне Международного дня музея в центре «Радуга» экскурсии провели дошколятые школьники. Ход весенней посевной кампании, вопросы снижения неформальной занятости и другие темы обсудили сегодня на еженедельном совещании главы правительства Республики. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Планы на этот год засеять 281 тысячу гектаров. Это и яровые, многолетние травы и кукуруза. К настоящему времени засеяны 212 тысяч гектаров. Что же касается только яровых, на 90 с лишним процентах запланированных площадей работы завершены. Традиционные лидеры Батревский, Комсомольский, Ельчикский районы сев уже закончили. Продолжается подкормка озимых культур. Как отметил министр сельского хозяйства, проблем не возникает. Средства господдержки перечисляются аграрием вовремя. На сегодня доведено до потребителей около миллиарда рублей, а всего запланировано 2,5 миллиарда. Глава Чувашии поручил контролировать вопросы химической обработки пассивных площадей и, особенно, закупочных цен на молоко. Обращаются жители. Вот я был сейчас на полях, соответственно, встречался с селянами. Четко вы должны отрегулировать. У нас компаний не так много, которые на сегодняшний день нанимают предпринимателей, которые сбором молока занимаются. Сколько их? Семь, да, в республике? Основных, крупных. Работайте с ними, чтобы они регулировали все эти вопросы. Проблемы, связанные с неформальной занятостью населения, выходят на передний план во многих регионах. Сложностей достаточно. Это и отток рабочих рук, и выпадающие доходы бюджетов, и отсутствие каких-либо социальных гарантий для граждан, работающих по серым схемам. По сведениям пенсионного фонда, у нас из 808,4 тысяч человек, 162 111 человек не уплачивают страховые взносы. Если рассматривать по отраслям экономики, то наибольший процент неформальной занятости, по данным Чувашстата, у нас характерен для сферы торговли, сельского хозяйства, для строительства, для транспорта, для обрабатывающих предприятий. Правительство и власти муниципалитетов развернули масштабную кампанию против неформальной занятости, когда с работником не оформляются трудовые отношения. Это и рейды по малым предприятиям, и телефоны доверия, по которым люди, получающие зарплату в конвертах, могут сообщить об этом органам власти, и множество других мер, проводимых во взаимодействии с налоговой инспекцией, службой занятости иными структурами. Как отметил глава республики, работа эта кропотливая и ежедневная, но власти Чуваши готовы набраться терпения и решимости. Доходы граждан должны быть легальными, поскольку отчисления с них идут на обеспечение социальных гарантий. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Напомним, не так давно член Совета Федерации Леонид Лебедев досрочно сложил с себя полномочия. Кроме того, в сентябре истекает и срок полномочий Константина Косачева, сенатор от исполнительной власти республики. Выборное законодательство предписывает кандидату на пост руководителя региона идти на выборы в связке стройка претендентов на должность сенатора Верхней Палаты Федерального Собрания. Сегодня Михаил Гнатьев, о намерениях которого идти к кандидатам на выборы главы республики уже известно, прокомментировал возможные политические варианты. Леонид Лебедев был сенатором от Госсовета Чуваши. С некоторых пор представлять законодательную власть региона в Совете Федерации может только депутат соответствующего представительного органа. В Чуваши это Госсовет. В течение месяца после появления вакансии должна быть названа новая кандидатура. Вакансия это прерогатива Государственного Совета Чувашской Республики, поэтому вмешиваться в вопросы законодательного органа Государственного Совета я, с одной стороны, как бы людям кажется, имею право, но это право Государственного Совета. Я думаю, они мудрые, справедливые решения примут. Что же касается кандидатуры, предлагаемой главой Чуваши, Михаил Игнатьев с выбором определился. К сведению могу сказать, что в федеральных средствах массовой информации наш уважаемый перед президент Чувашской Республики Николай Васильевич Федоров будет идти от кандидата на должность главы Чувашской Республики. Здесь я могу сказать, я сам, как кандидат будущий, буду просить его, чтобы он дал свое согласие на члена Совета Федерации, Федеральное собрание Российской Федерации с учетами его заслуг, с учетами его авторитета. Холодная затяжная весна в этом году повлияла на ход посевной кампании. Несмотря на погоду, сельхозтоваропроизводители уже завершают плановые работы. Расстояние не более 500 метров от одного конца до другого. Если больше, то посередине пустили дорогу специально для полива. А, чтобы катушку... Министр сельского хозяйства Сергей Павлов эти дни проводит в полях. Надо проверить, как завершают посев яровых культур, насколько много будет высажено овощей и как приживутся культуры, пока еще редкие гости на нашей земле. Несмотря на сложные погодные условия, аграриям удалось приблизиться к плановым показателям. На сегодняшний день более 140 тысяч гектаров уже посеяно. Это на уровне где-то 78% к плану. Конечно, это меньше, чем в прошлом году. Холодная погода не позволила рано выйти на сев, и мы вышли позже. Соответственно, у нас идет отставание. Задача к 18-20 мая завершить сев яровых зерновых и зернововых культур, я думаю, что мы должны выполнить. В Мариинско-Посадском районе тоже завершают сев. Одно из хозяйств на свои заработанные средства приобрело универсальную технику, способную одновременно как сеять, так культивировать, удобрять и собирать урожай, что намного ускоряет темп выполняемых работ. Александр Гаврилов, Алена Алтухова, Евгений Анисимов. Республика. Межведомственная комиссия обсудила сегодня вопросы повышения доходов консолидированного бюджета республики и своевременности и полноты выплаты заработной платы. Подробности у Юлии Важениной. Налог на доходы физических лиц всегда был одной из основных статей пополнения бюджета. Но начиная с этого года динамика роста по уплате НДФЛ в республике снизилась. По состоянию на 1 мая текущего года имеется задолженность по перечислению НДФЛ у налогоплательщиков республики в размере более 700 миллионов рублей. А по состоянию на 1 мая 2014 года данная цифра составляла 520 миллионов рублей. Это на 38% больше от уровня прошлого года. За 4 месяца 2015 года в консолидированный бюджет Чувашской республики поступил налог на доходы физлиц в сумме 3 миллиарда 57 миллионов рублей, что составляет 97,2% к аналогичному периоду 2014 года. Снижение было на 89 миллионов рублей. Только за 4 месяца 2015 года налоговые органы выявили более 2000 агентов, не уплачивающих НДФЛ в полном объеме. Таких стало на 11% больше, чем в 2014 году. В должниках крупные работодатели. Концерн тракторные заводы, СУОР, ВНИР, агрохолдинг-юрма и другие. В отношении всех этих налогоплательщиков в настоящее время проводятся выездные налоговые проверки. Сами граждане тоже проявляют инициативу, обращаясь с жалобами на выплату зарплаты по серым схемам. В текущем году в органы пенсионного фонда поступило 10 обращений граждан на нарушение норм трудового законодательства и выплате заработной платы в конвертах работодателями. Проведено 6 проверок выездных. В результате трех случаев факты об использовании серой схемы оплаты труда платежщиками подтвердились. Это ООО ВИТО, Вурнарский район, Медитрина, ООО Медитрина, город Новочебоксарск, индивидуальный предприниматель Федотова Людмила Геннадьевна, Атрия, Славянка. В результате по данным организациям доначислено почти 38 тысяч. На начало года самая большая задолженность по налогу на доходы физических лиц складывается у чулочно-трикотажной фабрики. Ее долг составляет 6,4 миллиона, плюс за первый квартал этого года накопилось еще 5 миллионов. На сегодня компании уже погашено 4 миллиона, а остальной долг руководство фирмы обещает погасить до 31 августа этого года. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Экологическая безопасность водных ресурсов в приоритете. Как решать накопленные в этой сфере проблемы обсуждали в Казани за круглым столом. На совещании собрались представители региона, входящих в состав Волжского бассейна. Участие в нем приняла глава Чуваши Михаил Игнатьев. Насколько серьезно сегодня страдают водоемы и как им помочь, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. На этих фотографиях видно отчетливо, насколько серьезно могут пострадать прибрежные зоны рек и их притоков. Вырубка деревьев, эрозия почвы, сброс неочищенных сточных вод. На экологии Волжского бассейна все это сказывается негативно. Прокуратуре подводит итоги прошлогодних проверок. Во многих регионах были выявлены факты складирования отходов в границах водоохранных зон. Особую беспокоенность вызывают и бесхозные скотомогильники. Огромный ущерб окружающей среде они могут нанести во время паводка. Есть и другие проблемы. Не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям работа контрольно-надзорных органов. Принимаемые ими меры нередко не отличаются продуманностью и полнотой. Не может быть признана удовлетворительная работа по взысканию ущерба, причиненного водным объектом. Закон нарушают и арендаторы береговых полос. Объекты на этих землях предприниматели зачастую возводят самовольно. Только в прошлом году было оштрафовано более тысячи бизнесменов. В Тверской области судом удовлетворено заявление о сносе 34 причалов, самовольно построенных на Иваньковском водохранилище. В настоящий момент два причала, по-моему, остаются на месте, 32 причала уже снесены. В Ярославской области по фактам производства работ в акватории водных объектов Углического водохранилища и река Соньга, причинившим многомиллионный ущерб окружающей среде, возбуждены и расследуются уголовные дела. Участники круглого стола говорят, необходимо наладить тотальный контроль за деятельностью арендаторов береговых зон. Предприятия должны задуматься и о модернизации системы очистки стоков. В Чувашии эта работа уже началась. Природоохранной прокуратуре отмечают, республика меньше других регионов выбрасывает в Волгу неочищенные воды. Эффективно реализуются и другие программы. Мы реконструкцию ведем комплексно биологически очистительных сооружений, куда сбрасываются воды сочные с города Чебоксары, с новой Чебоксарской. Миллиарды рублей на это выделили. По ливневым стокам есть проблема. На сегодняшний день, приурачивая все те мероприятия к проведению юбилейных дат, в данном случае города Чебоксары, мы участвуем в государственной программе и перспективе этого вопроса тоже будем разрешать. Уже сейчас назрела необходимость разработки целевой программы по экологической реабилитации Волги. На первый план выходят и вопросы поднятия уровня Чебоксарской ГЭС. Из-за низких отметок водохранилища даже высыхают нерестилища рыб. Предусмотренные проектом регулирующие емкости Чебоксарского и Нижнекамского водохранилища, а суммарно они составляют около 10 кубокилометров, в связи с незавершенностью их строительства не имеют регулирующей емкости, работают на транзите и не могут быть использованы для срезки пиков, половодия и паводков. Затрудняет крупнотоннажное пассажирское судоходство на Верхней Волге. Мы со своей стороны стремимся все делать. Теперь вопросы к государственному заказчику Росгидра по подъему воды, вопросы к тем регионам, где на сегодняшний день очень спорно обсуждают. Одни говорят, что нужно поднимать, другие говорят, что не будут поднимать. Насколько скоро получится реализовать проект, будет зависеть и от российского правительства. Участники круглого стола направили в Москву пакет рекомендаций. Комфортные условия для развития водоохранной зоны в регионах должны быть созданы в ближайшие годы. На совещании в Казанской ратуши был принят итоговый документ с подробным анализом накопленных проблем. К этим вопросам вернутся и на расширенном заседании под руководством секретаря Совета безопасности, которое пройдет в одном из регионов Поволжья. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика, из Казани. В 2010 году от огня пострадала значительная часть лесов Чуваши. По сей день ведутся активные работы по восстановлению природных ресурсов. В Заволжье в рамках Всероссийского дня посадки леса прошла акция, приуроченная к 70-летию Победы. Министерство природы и общественное движение объединили свои усилия в деле восстановления природных ресурсов, потерянных в огне. Во Всероссийский день посадки леса объединились силы и энтузиазм школьников, студентов, рабочих и добровольцев Чебоксар. В Заволжском лесничестве на территориях подготовленных посадки появились молодые сосны. Пострадавший от огня лес начинает восстанавливаться. Природа сама по себе не может восстановиться, если мы не будем помогать. Поэтому здесь и молодежь, и даже с детьми прибыли много желающих. Поэтому я призываю всех к тому, чтобы наши леса снова восстановились. Много сделано для того, чтобы леса в дальнейшем не только восстанавливались, но и в пожарном отношении, чтобы были защищены. Чебоксарское лесничество обеспечило работу необходимым посадочным материалом. Мастер-класс по посадке леса провел директор лесничества Василий Богданов. Сегодняшняя акция не единичный случай. Проблемой леса заинтересованы как государству, так и общественное объединение региона. Экологическая организация ЭКО проводит работу как на полях, так и в деле просветительства. Экологические уроки в школах проходят повсеместно, как в Чебоксарах, так и в районах республики. У нас уже пятый год идет большая программа, называется «Больше кислорода», в рамках которой мы ведем просветительскую деятельность среди школьников. Мы с ними проводим экоуроки, рассказываем, как важно и зачем вообще сажать деревья. Одно из самых важных и значительных наших таких программ, проектов – это вот программа «Больше кислорода». Конечно, человек, если он уже неравнодушен, ему очень просто помочь природе, если мы вовремя уберем завалы, если мы вовремя поможем, вырастим свой посадочный материал и посадим его на это место, то мы ускорим время восстановления этого леса. Всероссийская акция «Посадки леса» проходит не первый год. Акция направлена не только на восстановление утраченных природных ресурсов, но и на экологическое воспитание и культуру поведения людей в лесах. Александр Гаврилов, Регила Кубайкина, Андрей Анисимов, Республика. Важно сохранить восстановленные леса как от пожаров, так и от черных лесорубов. О фактах незаконной заготовки древесины Министерство природных ресурсов просит сообщать по телефону горячей линии 62-69-22. Сотрудники госнаркоконтроля по Чувашии провели очередную спецоперацию, в ходе которой был задержан житель Чебоксар. Его взяли с поличным при попытке сбыта наркотиков. Задержать наркоторговца удалось благодаря звонку на телефон доверия у ФСКН по Чувашии. Молодой человек уже не раз попадал в поле зрения наркополицейских. Неоднократно приобретал и продавал различные синтетические наркотики. В ходе обыска гаражного бокса было обнаружено около 400 граммов амфетамина в пакете с кулинарным тестом. Партия особо крупного размера предназначалась для сбыта в столице республики. Возбуждено уголовное дело. Проводится тщательная проверка по факту преступления. Теперь наркодилеру грозит пожизненное лишение свободы. Анкетирование родителей чебоксарских школьников показало. 55% хотят, чтобы их дети занимались в спортивных секциях. 45% мечтают о творческой реализации ребенка. Между тем, в густонаселенном московском районе столицы всего две школы искусств. Одна из них расположена в полуподвальном помещении. Скоро ситуация должна измениться к лучшему. Кинотеатр «Сеспиль» станет Академией развития творчества молодежи. И в ней найдется место для всех. По словам главы администрации чебоксара Алексея Ладыкова, кинотеатр «Сеспиль» с его двумя залами, огромными фойе и другими помещениями отлично подойдет для творческого развития детей и молодежи. Здесь найдется место и для художественных студий, и для музыкальных классов, и для театральных кружков. Один зал, голубой, хотят оставить в качестве сценической площадки, где можно проводить состязания КВНщиков и другие массовые зрелищные мероприятия. В Академии планируют открыть школу детской журналистики, отделение художественной фотографии, хореографическое и хоровое отделение, студию звукозаписи. Министерство культуры, в чьем ведении прежде находился кинотеатр, ничего против не имеет, лишь просит сохранить возможность кинопоказов. Этот экран, самый большой экран, в Привозском федеральном округе. У нас в ПФО такого большого экрана больше нет. И все вот эти широкоформатные фильмы можно демонстрировать здесь. Идею реорганизации кинотеатров Центр творческого развития поддерживает и Министерство образования Чувашия. Открытие Академии увеличит на полторы тысячи количество детей, получающих дополнительное творческое образование. В Чувашии продолжается реализация государственной программы «Доступная среда». Социально значимые объекты адаптируются для маломобильных групп населения. Не стали исключением и учреждения культуры. ДК «Южный» одним из первых учреждений культуры оборудовали таким образом, чтобы посещать различные мероприятия было удобно и маломобильным жителям. Уникальная тактильная мнемосхема для слабовидящих позволяет свободно ориентироваться в помещении. Стрелкой с плюсом обозначается подъем лестницы вдоль пути следования. Верхняя и нижняя ступенька лестницы имеют тактильные накладки. Тактильные плитки на улице и внутри. Оборудованные санузлы. Индукционные петли, звуковые маяки, специальные дверные ручки и особая гордость Дворца культуры. Подъемные платформы для инвалидных кресел. С ее помощью колясочники могут без проблем подняться по лестнице на нужный этаж. Если раньше практически инвалиды колясочники нас не посещали, то сейчас они облюбовали это место и с удовольствием приходят и занимаются к нам по выходным дням. Стали приходить к нам и слабослышащие на такие интересные мероприятия, как фестивали, различные конкурсы. Фильмы мы начали показывать, специальные, специализированные, так скажем, фильмы для инвалидов. В этом году список организаций культуры, доступных для людей с ограниченными возможностями, пополнится. К столичным музеям и театрам присоединятся три библиотеки Чебоксар. Имени Маяковского, Сеспеля и Национальная библиотека, а также музей Чувашской вышивки. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Сегодня в Чебоксарах фильмом «Старики» режиссера Владимира Вобликова открылся восьмой международный кинофестиваль, посвященный кинематографу малых народов. Символично, что накануне кинофорума исполнилось 75 лет одного из главных летописцев Чувашии. Кинооператор Александр Дымич снял десятки сюжетов о буднях республики, ее достопримечательностях и героях. Примерно так начинаются большинство документальных фильмов того периода. С 1962 года, когда Александр Дымич, уроженец Праги, стал начальником Чувашского корреспондентского пункта Казанской студии кинохроники, он писал киноисторию своей новой родины. Человек с киноаппаратом объездил все районы, заглянул во все уголки, принял участие во всех событиях. Строительство промышленных гигантов и Чебоксарской ГЭС. Встреча космонавта Андреяна Николаева и открытие монумента славы. Дорожное строительство и развитие социальной сферы. Альманах на Волге широкой. Лучшее наглядное пособие по истории родного края. Сотни метров пленки. Особо ценные фонды, архивы электронной и кинодокументации. Уникальные исторические источники, которые оставил нам Александр Дымич. 18 мая – Международный день музеев. В преддверии этого праздника в культурно-выставочном центре «Радуга» состоялась акция «Музеем правят дети». В рамках акции впервые экскурсии по залам «Радуги» проводили дети, воспитанники дошкольных и школьных образовательных учреждений столицы и Новочебоксарска. Плечом к плечу с рогами бились. Три богатыря – Алеша и Добрыня и Илья. Воспитанники детского сада номер 14 провели поэтическую прогулку по экспозиции русского зала Третьяковской галереи. Малыши прочитали стихи о знаменитых картинах. «Утро в сосновом бару», «Богатыри», «Всадница», «Грачи прилетели», «Московский дворик». О героине картины Валентина Серова «Девочка с персиками» ожила перед зрителями. Историю создания шедевра рассказала Диана Малерова. В галереи «Радуга» в этот день дети посетили виртуальные залы Михайловского дворца, увидели природные камни Урала, Забайкалья, Поволжья и поучаствовали в экспериментальной игре «Свойства камней». Такие акции очень нужны, очень важны. Они помогают и нам, и детям раскрепоститься, познать больше художественный мир, узнать лучше картины художников. Школьникам была доверена и почетная миссия. Они рассказали посетителям галереи о тайнах творчества Микеланджело, о загадке Джаконда Леонардо да Винчи, о спасении Сикстинской Мадонны Рафаэля и ответили на многочисленные вопросы посетителей. Нам, взрослому населению, было очень интересно наблюдать, с какими эмоциями и с каким интересом дети рассказывали о картинах, и как их ровесники тоже реагировали на эти рассказы. Я полагаю, что данная традиция приживется в нашей республике, и, к примеру, Радуги последуют и другие музеи нашего города. Победным дублем завершился в Испании Кубок Европы по спортивной ходьбе в юниорском заходе на 10 километров. Воспитанницы Чувашской школы спортивной ходьбы Клавди Афанасьевой и Мария Лосинова выиграли для сборной России командное и личное первенство. В Кубке Европы принимали участие еще три спортсменки из Чувашии – Светлана Васильева, Вера Соколова и Мария Пандакова. В заходе женщин на 20 километров Светлана Васильева завоевала бронзу. Марина Пандакова и Вера Соколова, соответственно, финишировали на пятом-шестом местах. В общей сложности сборная России выиграла три золотых, две серебряные и одну бронзовую медали. И завоевали три командных Кубка Европы. В заходе мужчин на 50 километров, женщин на 20 и юниорок на 10 километров. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. КОНЕЦ